Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Вы меня просили лагман приготовить. Несколько раз. Я это блюдо очень люблю. И всякий раз, когда мне представлялась возможность попробовать это блюдо от настоящего мастера, я такой возможностью не пренебрегал. Признаться честно, сам я всегда готовил лагман с покупной лапшой. Благо, купить хорошие спагетти сейчас совсем не проблема. Но если уж снимать видео, то надо делать все по-взрослому. Поэтому сейчас я покажу, как вытянуть лапшу для настоящего уйкурского лагмана. Пройдем на рабочее место. Дело это совсем несложное. Пусть и выглядит, на первый взгляд, как высший пилотаж. Лагман тянут из обычного теста на лапшу. В состав входит мука пшеничная высшего сорта, соль, вода и иногда добавляют яйцо. Пропорции смотрите в описании видео, а я пока начну. Сначала высыпаю муку на стол и делаю кратер. А теперь сюда выливаю воду, высыпаю соль и размешиваю, чтобы соль хорошенько разошлась. Соль делает тесто более эластичным. Про эластичность, клейковину, глютеновый каркас смотрите вот этот ролик, если кто-то еще не видел. Именно благодаря глютену, даже не глютену, а каркасу из глютеновых цепочек, тесто и становится эластичным. Ну а теперь длительное и нудное вымешивание. Очень важно не переборщить с водой сразу. Если тесто будет слишком мягкое или наоборот слишком крутое, то лапша при вытягивании будет совсем неровной и будет рваться. При вымешивании не надо спешить. Сначала вся мука должна увлажниться и стать вот такой вот сыпучей. Обратите внимание, что сейчас происходит с мукой. Она в большинстве своем собралась в такие крупинки сыпучие. То есть она уже не та пудра, что была, а вот такая вот. А здесь сейчас внутри достаточно влажное тесто, здесь сухое. И сейчас при перемешивании вся эта мука начинает потихоньку набухать. Я вдавливаю во влажное уже, избыточно влажное тесто вот эту вот крошку мучную. И при этом вдавливании как раз таки влага равномерно распределяется. Мало-помалу все тесто станет от вот этого вот сдавливания регулярного более-менее однородное. И вот тогда можно будет уже смотреть насчет добавления воды. Так, ну вот смотрите, какое у нас начало склеиваться тесто. Минут через 6-8 после начала вымешивания вся мука более-менее равномерно увлажнится. И можно начинать оценивать тесто. И если оно слишком сухое, то можно понемногу добавлять воду. Я делаю это так. Раскатываю тесто в такой вот пласт и смазываю водой поверхность. Немного. И складываю лист пополам. Опять раскатываю. Ну, затем опять смазываю водой. При таком способе проще отследить тот момент, когда воду уже не надо добавлять. Всего на вымешивание теста у меня уходит минут 20. Я прекращаю раскатку и добавление воды, когда тесто становится похоже на пластилин. Вот смотрите на его эластичность. Теперь надо дать ему час-полтора полежать в пакете. За это время вся клейковина окончательно набухнет. И можно будет продолжить раскатывание. Еще раз хочу подчеркнуть очень важный момент. Для того, чтобы получить очень мягкое эластичное тесто, которое будет хорошо тянуться в лапше и не будет рваться, очень важно именно долго вымешивать его. Состав продуктов, их пропорции здесь не столь важны, как именно вымешивание. Дело в том, что приготовление теста – это не механическое смешивание муки и воды, потому что мука – это не песок. При увлажнении в тесте образуются глютеновые цепочки. Это молекулы парламенной глютеина. Они склеиваются в такие длинные нити и между собой тоже прикрепляются. Получается такая пространственная сетка. Ну вот представьте себе, что вот эти красные нити, это вот оно и есть. И вот эта сетка пронизывает насквозь все тесто. Всего глютена в тесте в среднем около 10-12%. Именно вот эти 10-12% клейковины и создают этот каркас, который делает тесто эластичным. Если просто смешать муку с водой, дать постоять, то эти молекулы склеятся, объединятся, набухнут. Но между собой они вот эти цепочки вытянутые не образуют. И тесто не будет держать форму, оно не будет тянуться, оно будет рваться. Именно при вымешивании, при механической вот этой обработке, длительной, образуется вот этот каркас. Тесто становится упругим, эластичным и тянется. Поэтому в первую очередь вымешивание, и только во вторую очередь состав продуктов пропортит. Итак, тесто отстоялось. Займемся приготовлением заготовок для лапши. Смотрите, сейчас надо тесто раскатать в ровный лист толщиной около сантиметра. Главная задача именно равномерность толщины по всему куску. Ну и правильная форма листа. Если лист получится неравномерный по толщине, то заготовки не получится сделать ровные. Теперь хорошо смажу растительным маслом вот эту половину листа. Масло здесь для того, чтобы тесто не склеилось. Ну а теперь складываю и нарезаю заготовки. Чтобы все заготовки не высохли, пока я буду работать с первой, второй, третий, я их накрою пленкой. На этой тарелке они будут храниться. Ее тоже смажу растительным маслом. Все подготовил. Осталось только скруглить заготовки и убрать их в холодильник храниться. Округляю заготовки вот такими легкими движениями. То есть я сейчас одновременно прокручиваю, слегка прижимая их к столу, и растягиваю ладонями в сторону. До диаметра приблизительно 1 см, может быть 8 мм. Вот так. Не нужно слишком тонкие делать. Это у нас только заготовки. В общем, мы будем из этих заготовок катать по мере надобности. А сейчас вот видите, что у нас получилось. То есть я прокручиваю и слегка, одновременно слегка растягиваю руками. Вот так вот с самого начала растянул, а теперь подкручивая, одновременно вот пальцами здесь прокручиваю навстречу и катаю как бы туда и сюда навстречу. Вот у нас получилась такая колбаса. Все, теперь укладываю ее на смазанную маслом тарелку. В таком виде это будет храниться. То есть ничего сложного на самом деле. То есть может оно и выглядит как-то требуется ловкость. На самом деле уже на второй такой колбаске вы поймаете легко это движение и будете делать это легко и быстро. Сейчас это тесто упругое и хорошо тянется. Если его оставить, потянувши в покое, оно стремится обратно сжаться. Видите? Воно съезжается. Поэтому я его так вот подтянул. Во-первых, в такой толстой колбасе оно меньше склеится. Хранится проще. А во-вторых, я сейчас не растягиваю до конца, до победного, так сказать. Я даю время ослабнуть натяжению вот этому, которое появляется в каркасе, в глютеновом. И при растягивании лапши уже в тот размер, который мне нужен для еды, все будет проходить проще и она не будет рваться. Так, один круг завершили. Растительное масло. И можно начинать второй. Все сложил, все собрал. В таком виде заготовки могут храниться в холодильнике 2-3 дня. У меня даже как-то дней 5 они хранились. Все с ним прекрасно было. Только в холодильнике, а не в морозильнике. Ну, а когда понадобится лапша, достаем столько, сколько нужно и вытягиваем. Все точно так же, как мы сейчас занимались скруткой. То есть, берем одну полоску, отделяем сколько нам нужно. Если она хранилась в холодильнике, то ничего тут ждать, когда нагреется, не надо. То есть, начали слегка растягивать, прокручивая. Дотянули вот до такого состояния. То есть, это где-то миллиметров 5 вырастает штала. И продолжаю, подкручивая уже и вытягивая одной рукой, тянули дальше. Вот так мы растягиваем и скругляем одновременно. Очень важно, чтобы она была круглая. Лапшу. Нужно стремиться, чтобы она была вся приблизительно одинаковой толщины. Это, во-первых, красиво. А, во-вторых, тянуться будет более равномерно. Вот. Одна полоска. Ну и вторую сразу достану. Вот, смотрите, какая она. Подкручиваю и растягиваю. Важно не просто тянуть, а именно крутить. Тогда она вытягивается равномерно. В принципе, ничего страшного не будет, если она будет рваться и прочее. Я ел совершенно потрясающий лагман в кафе, который держали уйгуры. Так там вообще хозяева не заморачивались и не катали лапшу, а просто нарезали. Все, смотрите, значит, вот я раскатал две полосы, складываю попарно середочки и слегка постукиваю по столу, растягиваю. Вот эти вот удары нужны для того, чтобы сбросить то самое натяжение, которое возникает в лапше при растягивании. У меня руки-крюки. Дотянули до нужной вам толщины, дождались, когда вода закипит, воду посолили. Вот этого хватит, наверное. И выкладываем нашу лапшу. Вариться ей, как и любой другой лапше, 3-5 минут. Что касается толщины. Разные повара готовят по-разному. Некоторые выкладывают в готовый лагман лапшу диаметром чуть ли не 6, не 8 миллиметров. Такие толстые колбаски получаются. Некоторые вытягивают очень тонко, как спагетти. Мне нравится такая достаточно толстенькая, потому что она по размеру, по диаметру больше сочетается с остальными овощами в лагмане. Но вы ориентируетесь на свой вкус. Как вам больше нравится? Некоторое время назад я варил помидоры в дегидраторе. Если кто-то пропустил ролик, вот здесь посмотрите, там я рассказывал и показывал, что это за дегидратор такой. Между делом, конечно. Там он использовался у меня для завяливания мяса. В этом дегидраторе я завяливал помидоры. После чего залил их оливковым маслом, приправил пряными травами и сейчас получилась совершенно потрясающая штука. Помидоры от этого, от этой сушки, от этого завяливания получили очень концентрированный вкус. Лишняя влага ушла, а те вкусы, которые там были, они остались. Получился очень-очень яркий вкус. Это совершенно замечательная штука для того, чтобы готовить пиццу, приправлять пасту, для того, чтобы готовить из таких помидор пасту арабиата. Что значит злая паста. Получается совершенно потрясающе. Обычно, конечно, арабиату готовят, просто добавив большое количество острого перца в соус маринара. Ролик про соус маринара я снимал. Посмотрите, кто-то пропустил. Но мне больше по вкусу арабиата, которые готовятся не из свежих помидор, а вот именно из таких, из завяленных. Это получается просто фантастика. Я обязательно сниму ролик на эту тему и покажу вам. Но сейчас давайте помельче порежем эти помидоры, чтобы приправить нашу пасту. Большое количество ее не нужно. Они обладают очень ярким вкусом, а вот порезать помельче будет хорошо. Здесь ароматные не только помидоры уже, но и само масло тоже пропиталось этими яркими вкусами. Потому что и сладость, и кислинка этих помидор сконцентрировались в этих маленьких кусочках. И получилась просто фантастика. У меня нет слов. Это надо просто попробовать. Итак, здесь у нас все готово. Паста. Паста тоже готова. С этим ароматным оливковым маслом. Ну что, снимаем пробу. Оторву вот такой вот маленький кусочек. Ну что сказать. Лапша. Она есть лапша. Вкусная. Хорошая. Так, на помидорки. Помидоры просто фантастика. Они классные. Надо просто попробовать. Это супер. Вот и все на сегодня. Понравилось? Ставим пальцы вверх. Не забываем подписываться, если кто-то этого еще не сделал. Новые зрители, загляните в описание видео. Во-первых, там все пропорции указаны, как всегда. А во-вторых, там есть ссылки на ЖЖ, на ВКонтакт, на Инстаграм. Я не все рецепты снимаю на видео. Очень много попадает просто в виде фотографий и текстов. Наверняка вы там что-нибудь найдете для себя интересное. По крайней мере, я на это надеюсь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok